В Восточном Казахстане разыскивают троих жителей села Айагос, пропавших во время метели. Поиски осложнены суровыми погодными условиями. Столбики термометра в этом регионе остановились на рекордно низких отметках. Как проходят поиски и кто еще стал жертвой зимних аномалий? В материале наших корреспондентов. Вот уже третий день спасатели Восточно-Казахстанской области ведут поиски трех жителей города Айагос, выехавших 21 января на автомобиль УАЗ в направлении станции Актугай. В пути их застала пруга и автомашина застряла в снегу. Об этом сообщил один из пассажиров по мобильному телефону, но координат назвать не смог. С тех пор он на связь не выходил. Сегодня задействие такие средства пока что результатов не дало. Поиски продолжаются, работы в этом направлении непосредственно Акиматом Восточно-Казахстанской области, ДЧС Восточно-Казахстанской области. Работы ведутся и будут продолжаться для тех покоев, какой бы мы результат бы ни нашли. Задействовать операции по спасению людей вертолет не позволяют погодные условия. По данным комитета по чрезвычайной ситуации, только в Восточном Казахстане в январе из снежных заносов эвакуировано около 400 человек. В Кустанае тем временем отменили занятия для учеников с нулевого по пятой классы. Утром в областном центре температура воздуха опустилась до минус 25 градусов Цельсия. А после обеда ситуацию усугубил сильный ветер. Есть всевозможные оценочные таблицы, там система Вайберга и так далее, и так далее. То есть мы смотрим каждый раз на погодные условия. И может быть минус 25 градусов мы можем отменить с нулевой по пятой, можем именно с нулевой по седьмой классу. Все зависит еще от влажности, от скорости ветра. Ожидается эта ночь холодная, но, собственно говоря, завтра утром посмотрим. Возможно, параллели классов будут и выше. Возможно, может и седьмые, может быть и девятые, не знаю. Между тем, синоптики обещают холодные выходные. Уже сегодня температура снизится в западных и северо-западных районах республики. Впрочем, холодно будет и на юге. Пасмурная погода со снегом и понижение температуры до 25 градусов мороза. В зону штормовых предупреждений в субботу и воскресенье попадут северная и центральная часть страны. Ожидается низовая метель и туман также в Атраусской области. При понижении более чем минус 30 температуры закрываем в ночное время выезд за пределы городов. Для пассажирского транспорта и дизельных автомобилей. Так что, чего точно не стоит делать в эти выходные жителям страны, так это планировать дальние поездки на автомобили. Службы ЧАЭС предупреждают об угрозе схода снежных лавин, обильных снегопадах, усилении ветра до 20 метров в секунду и низкой видимости. Индера Кокимова, Нина Шапо, Евгений Боярчук, Кирилл Ефремов. Информбюро.